чтобы разобрать iphone 10s max необходимы будут следующие инструменты отвертка трехлепестковая 0,6 мм отвертка пятизвездочная 0,8 мм и отвертка крестовая самая маленькая пластиковый медиатор пинцет пластиковая лопатка присоска для снятия дисплея и в описании под видео я оставил ссылки где можно купить все необходимые инструменты и заменяемые части для iphone 10s max перед разборкой отключаем iphone извлекаем лоток сим-карты на нижней части корпуса возле разъема для зарядки откручиваем два винтика с помощью пятизвездочной отвертки 0,8 мм теперь прогреваем лицевую сторону телефона с помощью обычного фена дисплей айфона проклеим по всему периметру корпуса и для его раскрытия необходимо прогреть клей хорошо прогрейте нижнюю часть дисплея отсюда мы начнем раскрывать корпус фиксируем присоску внизу дисплея и тянем за кольцо вверх берем пластиковый медиатор и продавливаем его между дисплеем и корпусом айфона я не рекомендую использовать железные предметы если не получается делить дисплей от корпуса вы можете немного заточить края пластикового медиатора это немного облегчит процесс раскрытия корпуса айфона теперь когда подели дисплей изнутри для удобства раскрытия можно использовать дополнительный медиатор не спеша отклеиваем дисплей от корпуса айфона раскрывается корпус айфона как книга откидывайте дисплей в правую сторону далее с помощью трехлепестковой отвертки откручиваем 4 винтика на железной панельки отключаем шлейф батареи откручиваем 3 винтика и снимаем вторую железную панельку теперь можем отключить два шлейфа матрицы и шлейф динамика с датчиками от основной платы айфона обратите внимание что шлейф от слухового динамика приклеен к другому шлейфу отклеивается он достаточно просто откручиваем два винтика и снимаем железную панельку с модуля камеры отключаем два шлейфа камеры от материнской платы айфона обратите внимание что извлекать камеру не обязательно в этом видео продемонстрировано как это сделать но для снятия материнской платы достаточно только отключить два шлейфа от камеры откручиваем 3 винтика с материнской платы и не теряйте железные уси которые располагаются под винтиком отключаем все шлейфы от материнской платы айфона и открытые сетки и винтик, для этого будем использовать плоскую отвертку, далее необходимо отключить еще два шлейфа, для этого можно немного приподнять материнскую плату из корпуса айфона, таким образом будет немного проще подобраться и отключить эти два шлейфа. Все, материнскую плату айфон 10s max сняли, и на мой взгляд процесс разборки и снятия основной платы в этой модели айфона самый легкий. Если не брать в счет снятую камеру, откручивается всего 4 винтика и отсоединяются шлейфы, и материнскую плату можно извлекать. Также отмечу, что материнская плата айфон 10s max физически и схематически отличается от платы айфон 10s. Более подробную информацию вы можете найти на нашем сайте, ссылка в описании. Актуальные ссылки, где можно купить материнскую плату для айфон 10s max я буду оставлять в описании под этим видео. Ну хорошо, посмотрели на плату, теперь можем приступить к обратной сборке. Устанавливаем материнскую плату в корпус айфона. Проверьте, чтобы все шлейфы были сверху платы. Для начала подключаем два шлейфа, которые расположены в углублении рядом с Face ID. И также шлейф рядом с гнездом сим-карты. Теперь зафиксируем материнскую плату, прикрутив три винтика. И не забудьте установить железный усик. Устанавливаем железную панельку на два шлейфа, что в углублении. И сверху прикручиваем винтик. Теперь подключаем все шлейфы к материнской платы айфона, кроме шлейфа батареи. Устанавливаем модуль камеры и подключаем два шлейфа. Устанавливаем железную панельку и прикручиваем два винтика. Теперь можно подключить дисплей и протестировать айфон перед окончательной сборкой с проклейкой корпуса. Подключаем три шлейфа дисплейного модуля и только после этого подключаем шлейф батареи к основной плате айфона. Включаем айфон и при необходимости устанавливаем сим-карту. Тестируем как все работает. И если все прошло успешно, переходим к окончательной сборке с проклейкой корпуса. Удаляем с корпуса айфона старый силиконовый клей. Конечно же можно собрать и установить дисплейный модуль на старый заводской клей, но в таком случае влагоустойчивость не гарантируется. Теперь когда полностью удален старый клей, с помощью ватной палочки и медицинского спирта протираем корпус от остатков старого клея. Также протрите дисплейный модуль от остатков старого клея. Теперь нанесем влагоустойчивую силиконовую клейкую ленту. С помощью этой ленты вы сохраните влагоустойчивость вашего айфона XS Max. Ссылку где можно купить такую клейкую ленту я оставил в описании под видео. Переходим к установке дисплейного модуля. И для начала подключаем три шлейфа к основной плате айфона. Установите железную панельку и прикрутите три винтика. Далее подключите шлейф батареи к плате айфона. Устанавливаем железную панельку и прикручиваем четыре винтика. Теперь переворачиваем дисплей и аккуратно закрываем айфон. Начинайте прижимать с верхней части корпуса, где расположена фронтальная камера. Далее прижимайте по краям корпуса телефона. Вы также можете услышать характерные щелчки зажимов. Прикручиваем два винтика возле порта зарядки. Теперь можем включить телефон, установить сим-карту и пользоваться айфоном. Продолжение следует...